Верно ли, что всеобщее воскресение для страшного суда будет во плоти? Если да, то зачем плоть нужна в жизни вечной? Послушайте, Христос, Иисус воскрес во плоти, доказывал, это была уже другая плоть, не та, которая была при жизни, она изменившаяся, поэтому ее в лицо не узнавали. Но Он говорил ученикам, осяжите Меня и видите, что плоти и кости Мои, потому что дух плоти и кости не имать, якоже Меня, видите, имуща. Поэтому воскресший Христос есть первенец из мертвых, Он первый воскресший, первый живой во веки, среди нововозглавленного им рода человеческого, поэтому и мы воскреснем, как Он, во плоти, только плоти другой, нестрадательной, непохотливой плоти, небоязливой плоти, преображенной плоти. Почему это нужно в Царстве Небесном? Потому что человек задуман так, как единство духа и тела, потому что человек – это не душа без тела и не тело без души. Тело без души – это труп, душа без тела – это просто душа. А вот человек вместе – это душа и тело вместе. И зачем это нужно? Еще одно слово. Затем, что по плоти мы единосущны этому миру, земле. То есть мы плоть от плоти этой земли. И по духу мы жители ангельского мира. И человек, будучи единосущным по плоти этому миру, он приводит весь мир к Богу через себя. Понимаете? Человек, обратившийся к Богу, по сути, в себе самом приводит к Богу всю Вселенную. Еще же греки называли человека микрокосмосом. И в нас есть вся таблица Менделеева в человеке. То есть вся Вселенная в микродозах как бы сконцентрирована в человеке. И когда человек обращается к Богу всецело, он, по сути, приводит к Богу все. Материальный мир тоже. Материальный мир приходит к Богу через человека тоже. Поэтому человек должен быть во плоти. Но плоть эта изменится, изменится и плоть мира. То есть она через огненное очищение пройдет и переменится. Плоть мира. И плоть человеческая тоже. Продолжение следует...